Сегодня я хотел бы рассказать о картине «Портрет незнакомца». Это российский фильм, впервые показанный в конкурсной программе фестиваля «Кинотавры» в 2021 году и вышедший в отечественные прокаты 1 января. Вот именно на Новый год, судя по всему, с каким-то таким странным расчетом, что на новогодние каникулы, такой расчет часто бывает у российских прокатчиков, продюсеров, создателей картин, и вот что на новогодние каникулы наш зритель пойдет на такого рода картину. Расчет, конечно, несколько наивный, потому что чертами какого-то такого зрительского блокбастера эта картина все-таки не отмечена, картина более тонкая, очень специфичная. Сразу скажу, что она мне очень понравилась, но, конечно, я не могу не улыбнуться вот этому расчету, выпустить этот милейший фильм на 1 января в какой-то такой попытке, ну, заведомо тщетной, вот действительно как-то его оправдать, окупить, оправдать в финансовом плане, потому что, конечно, рассчитывать на то, что эта картина заработала бы, ну, что-то еще, ну, в какие-то другие недели и дни, ну, наверное, не было вообще никакого резона, а так хотя бы хоть как-то, хоть кто-то, быть может быть, вот в этом новогоднем угаре, как у нас в последние годы вводится, вот действительно обратил бы внимание и на этот фильм. На самом деле, я вот, конечно, почему говорю, что вряд ли следовало рассчитывать на большую кассу, потому что, ну, вот у нас как-то так вводится, что какие-то умные тонкие картины, зрители, как правило, не замечают, вот, ну, потому что они умные и тонкие, а вот если что-то поплоще, да попроще, ну, тогда, или уж наоборот, если это что-то громкое и такое действительно, вот вокруг которого реклама и, там, из всех орудий прят, что называется, полято по телевизору об этом фильме, ну, вот тогда может быть еще возможен успех, хотя и тоже не факт. А вот когда, ну, вот картины подобного рода, вот, которые, ну, сделаны интеллигентными, приятными людьми, для интеллигентных, ну, хочется, надеяться, тоже приятных людей, конечно, с такой шикарным театральным составом, в котором не столько кинозвезды, а сколько звезды именно театральные. Здесь практически, это проект мастерской Петра Фоменко, и, ну, такое ощущение, практически полностью здесь вся эта мастерская появилась в кадре, включая даже и режиссеров, вот, типа Евгения Каменьковича, да, ныне художественный руководитель этого театра. И вот, ну, рассчитывать, что прям вот зрители сейчас повалят толпой, вот, к сожалению, не приходится, даже, даже вот, хотя бы вроде мастерская Фоменко один из ключевых театров России и Москвы, и вроде с огромной фан-базой, и вот вроде бы, да, почему бы этим людям не прийти, не посмотреть, не поддержать своих любимых артистов еще и в кинозале, но это, наверное, разная аудитория, разная публика, публика, которая ходит в театр, быть может, реже ходит в кино, или, может быть, даже и не узнает о подобного рода картинах, вот уж не знаю, были ли вот внутри самой мастерской Фоменко развешаны афиши этого фильма, ну, чтобы тем самым привлечь внимание, где же нет, вот. Но на это вопрос я отвлекаюсь и говорю не о главном, конечно, коммерческий успех фильма или отсутствие такого коммерческого успеха, это совершенно ни о чем не говорит, и вовсе не главное, а главное, конечно, качество самой картины, и мне эта картина показалась необычайно симпатичной, она меня очень увлекла, здесь такой специфический сюжет, за который спасибо, конечно, за сценарий, вот отдельно выписываю им, назову эти имена, это Александр Лунгин и Ксения Кияшко, надеюсь, я правильно произнес фамилию, или, может быть, Кияшко, и вот я так понял, что все-таки я внимательно изучил титры, по-моему, нету непосредственного упоминания вот этого строчки в титрах, что вот сам сюжет фильма вдохновлен творчеством писателя Бориса Вахтина, вот, но это, об этом можно узнать уже, как бы, ну, если поискать в других источниках, вот, а Бориса Вахтина, это все-таки знаковый для мастерской Фоменко автор, один из ярчайших спектаклей этого театра, одна абсолютно счастливая деревня, это, собственно, вот, по произведению Вахтина, и тем самым, вот, тут какие-то родственные связи, судя по всему, были налажены, и поставил эту картину режиссер Сергей Осипьян, который к мастерской Фоменко привязан, ну, тоже вот, самыми крепкими семейными узами, а это муж Ксении Кутеповой, помимо того, что он режиссер киношной, вот, еще и муж Ксении Кутеповой, и он, конечно, подарил своей жене здесь совершенно роскошную роль, прям потрясающую, вот, одна из, вот, моих глубочайших печалей, вот, если говорить о российском кинематографе, о том, что прекрасные актрисы Полина и Ксения Кутепова, которых я считаю одним из лучших, вообще, российских актрис, вот, своего поколения, они преступно недооценены в кино, вот, в молодые годы у Полины Кутеповой были, вот, яркие роли, вот, сразу, вот, в двух фильмах у Данелли, Ксении в этом отношении повезло меньше, и как-то вот их, как и вообще всю мастерскую Фоменко, вот, переехало вот это кино, они очень мало снимаются, очень мало, наверное, единственное такое яркое исключение, ну, действительно, актер, который в мастерской Фоменко, который снимается постоянно, это Евгений Цыганов, но вот это как раз то исключение, которое подтверждает правила, потому что все остальные, вот, и Галина Тюнина, очень редко появляется в последние годы на экранах, хотя у нее тоже был небольшой роман с кино, она, в частности, даже в «Ночном дозоре» же она играла, вот, и прекрасный Кирилл Пирогов, который здесь одной из главных ролей играет тоже, и тоже вот, который играл в моем любимейшем фильме Данелли, как раз с Кутеповой «Орел и Решка», тоже у него не так много ролей, как он был, ну, как бы он заслуживал, и, ну, что уж говорить про, допустим, прекрасную актрису Мадлен Джабраилову, или про таких актеров, как Тагир Рахимов или Карен Бадалов, крайне редко они появляются в кино, но вот, может быть, чуть лучше, чуть больше повезло Полине Агуреевой, хотя и то, тоже у нее не очень сильная фильмография, и, конечно, они могли бы сыграть гораздо-гораздо больше, а сразу тогда уж, раз я стал перечитать актеров, упомяну, что вот Вера Строкова здесь появляется, небольшой, но интересной роль вот эта актриса, которая в свое время вроде так заявила о себе картиной «Шапито-шоу», и то тоже вот как-то не развилась ее кинокарьера. Какой блестящий здесь, вот здесь, в этом фильме Никита Тюнин, он играет здесь режиссера, и насколько мощная роль, вот прямо от души, прям вот, ну, я прям проникся, а я его практически не знаю, как актера киношного. То есть вот как-то вот он при все, вот действительно так здорово он здесь сыграл, как и многие, как и все остальные, а тем не менее он мне по фильмам, по другим фильмам совершенно практически, можно сказать, и не знаком. Вот, и не говоря уже об артисте, который играет здесь главную, ключевую роль, это Юрий Буторин, тут, я каюсь, имя мне ничего не говорит даже по театральным программам, потому что в свое время мастерская Фоменка, конечно, была одним из моих любимейших театров, вот между двумя я как-то разрывался, между Забакеркой и Фоменками, и вот я помню, прям, прекрасные воспоминания, ходил, я до этого времени спектакли их видел, ну, вот у них был прям юбилейный такой, ну, не марафон, а вот прям фестиваль, вот посвящен десятилетию этого театра, вот, и я чуть ли не на каждый спектакль тогда ходил, и вот многие спектакли смотрел по два раза, а сейчас я не без ужаса читаю в новостях, что мастерская Фоменка закрыла свой 30-й сезон, ужас, это, то есть, 20 лет прошло с тех пор, вот, когда я был активным посетителем этого театра, и, ну, каюсь с тех времен, посещал театр, и вот, тем более, в новом его здании, вот, крайне редко, ну, вот тут, к сожалению, ну, прямо должен сказать, возросшие билеты, цены на билеты, одно дело, когда ты студентом ходишь, и на многие спектакли либо по дешевке, либо даже бесплатно умудряешься просочиться в зал, ну, и другое дело, когда ценник такой прям, что, а, конечно, они заслуживают высокого ценника, все театры сейчас подорожали, вот, но не значит, что я теперь могу это позволить, и вот многих артистов, получается, я их, как бы, и не знаю, и вот Юрий Буторин, вот, для меня совершенно новое имя, открытие, вот, действительно, вот этого фильма, но я начал говорить по поводу того, вот, подарка, который режиссер, вот, Сергей Осипьян сделал своей жене, надо полагать, любимой, потому что Ксения Кутепова здесь, конечно, совершенно роскошная, фантастическая, её роль, большая, ну, прям, ну, прям, вот, прям сам секс, вот, элегантность, вот это, вот это очарование, ну, вот, всё, как в какие-то былые времена, как будто и нет никакого возраста, тут я даже боязно сказать, что на самом деле, сколько лет сейчас сёстрам Кутеповым, всё-таки они постарше меня, я знаю об этом, а ты мне этого не скажешь, как молодо они там выглядят, а при том, что у них очень интересная роль, получается, они играют, одна играет жену главного героя, которая его, так, получается, выставила из дома, а другая играет его новую знакомую, как бы, вот, случайную любовницу, то есть, да, это тоже символичный очень такой момент, что он, получается, что влюбляется в женщин, которые, ну, прямо на одно лицо, действительно, ну, так у мужчины бывает, а здесь это прямо ещё и подчёркнуто, вот, и, конечно, можно всегда запутаться, запутаться, кто из них Полина, кто из них Ксения, ну, титры в этом отношении помогают, и всё-таки у Ксении в данном фильме роль побольше, и я, конечно, прям был, прям, вот, наслаждался, вот, в первую очередь, её, конечно, образом здесь настолько она, ну, прямо и мила, и так эта роль ей идёт, и, ну, действительно, давно её, вот, в крупном, в каком-то таком появлении, я вот, их не видел, иногда они мелькают в таких совсем, вроде бы, небольших ролях, или, вот, допустим, роль, ну, матери, вот, главного героя, вот, допустим, в фильме «Молодой человек» или «Дилда», вот, и, ну, такие вот появления, да, они, как бы, актриса пытается как-то тоже это отыграть, и с честью, вот, как бы, вот этот рисунок, который ей предложено выполнить, но всё-таки это не главная роль, и не тот полёт, как бы, вот, этого, такого, игры и фантазии. Здесь можно сказать, что, конечно, у Ксении, хотя бы, у Теповой тоже не главная роль, одна из многих, но, тем не менее, она всё равно, вот, впереди, она на виду, в общем, прям, я был вновь очарован не только ей, но и всеми остальными, и, вообще, меня очаровала вот сама вся эта история, это такое, как бы, история полная юмора и полное ощущение, что это пародия. Я, во всяком случае, этот фильм смотрел как пародия, то есть, это рассказ, он актёрем, у которого приятный голос, и у которого хорошая карьера на радио, он, значит, играет в радиоспектаклях, и по голосу его даже узнают на улицах, вот, но при этом у него нет такой карьеры в кино, чтобы его узнавали, вот, внешне ещё, и вот эту карьеру он, конечно, хотел бы построить, и вот про это вот идёт разговор, при том, значит, тут связка появляется с писателем, писателем, который, вот, собственно, пишет, то есть, не те истории, вот, в которых играет главный герой, он, получается, актёр, который играет некого шпиона, да, он в шпионской радиопостановке, вот, он выступает, а писатель, с которым он сталкивается, это как раз писатель прославившийся, вот, романом о войне, а тут надо сказать, что это такое ретро, это такое условное ретро, которое, может быть, 60-е, может быть, даже немножко 70-е захватывает, тут можно погадать, что называется, по-моему, здесь нет вот каких-то прямых отсылок, хотя нет, есть, как минимум, одна, вот, здесь даже упоминается сам Пётр Фоменко, вот, тоже у него, как раз он в контексте кино, у него тоже несколько фильмов поставил, и вот от этой даты можно, от этого года, как минимум, вот, черчевать, вот, где мы сейчас, собственно, находимся, и вот этот актер, познакомившийся с писателем, он, как бы, втягивает его, собственно, тоже, предлагает ему написать сценку для, ну, одну серию этого радиоспектакля, и при этом, значит, тоже вот, вот, соединяются вот эти темы, радио, кино, эхо Великой Отечественной войны, шпионы, как раз ведь тогда тоже это было очень популярно, тогда ведь фильмы «Мёртвый сезон», «17, наверное, не весны», это вот все вот та эпоха, то есть, когда шпиономания, это как раз тогда было в искусстве очень развито, и при этом это вот мир богемы показано, это дача в Переделке, обязательно дом кино, метрополь, конечно же, да, любимый, значит, нашими людьми искусства, вечер на какой-то квартире, там тоже с какими-то песнями, но при этом следящий за этим КГБ обязательно, алкоголь разливающийся вот постоянно, как бы, им попадающий под очарование вот этого московского приёма, некий итальянский режиссёр, в котором, ну, скорее всего, узнаётся даже не режиссёр, а вот итальянский сценарист Танино Гуэра, тем более, что вот как раз он влюбился в русскую, и вот там тоже в фильме есть этот роман, когда он влюбляется в русскую женщину, вот, и уговаривает её, да, сочетесь, вот эта же история Танино, любви Танино Гуэра, и на самом деле многих вот так можно, то есть, это, конечно, фантазия, но фантазия, в которой при желании ты можешь угадывать, угадывать каких-то реальных лиц, допустим, вы не узнаете здесь, в этом фильме, Евгения Цыганова, это как раз вот он здесь действительно выступает в театральной такой своей роли, потому что, ну, если судить по его киноролям, про Цыганова скажут, что это такой вот наш Камприн Богарт, который вот всё время играет одну и ту же роль, не меняясь никогда, ну, вот эта фишка такого Цыганова, но при этом он же в театре необыкновенно разнообразен, в театре он как раз позволяет себе именно поиграть, вот, вот, и вы не узнаете его в гриме, что называется, и вот именно в гриме вы не узнаете наверняка его и в этом фильме, я во всяком случае не узнал, и подглядел уже потом по титрам, и понял, что он здесь играет вот такого а-ля Михалкова, да, собственно, такого врывающегося в эту, как бы, в размеренную вот эту, как бы, вечеринку в квартире, пышно, так вот, как бы, по-барски появляющийся и представляющий, собственно, вот итальянского гостя, вот, это Цыганов, совершенно роскошный в этом небольшой крохотной роли, и вот здесь, и вот это идёт вот такое, вот мне весь фильм казалось, что это пародийная такая интонация, то есть вот всё-таки довольно юморная, и я поэтому очень удивился, когда в конце был фильм, в конце фильма был титр посвящение родителям, и получается, ну, то есть посвящение родителям ты не будешь уже ёрничать, то есть, значит, всё-таки здесь всё-таки что-то было и всерьёз, и даже не что-то, а вот как бы отношение, может быть, было и всерьёз, может, это вовсе в фильме не снимали, как комедию такую пародийную, вот, хотя, не, всё-таки, конечно, пародийное начало здесь есть, и здесь есть вот эта игра, игра, которая основана в самом сюжете, что вот актёр, получается, играет в радиопостановке «Шпиона», и это нам показывают, причём показывают вот эту радиопостановку, её, как бы, экранизацию, то есть они-то играют на радио, а нам показывают как нечто такое, как некий фильм, внутри фильма, и он предельно условный такой, конечно, вот, и, ну, эта условность тоже, ты как-то её сразу принимаешь, и, вот, ну, вот лично, я поддался этому обаянию, этому напору, и вот вроде бы это такой, как бы, просто сделанный фильм, а при этом на самом деле ты поражаешься, да, вот я говорю, просто вот условно, есть в ней некоторая такая условность, а при этом ты поражаешься, что на самом деле при всей этой условности там на самом деле есть такой спецэффект, там есть кадр, когда герои идут по Тверской, ну, даже это не Тверская, это нет, это не Тверская, они идут к метрополию, этого вот напротив, это охотный ряд, значит, да, а как раньше это называлось, улица, а сейчас даже и не вспомню, как в советские времена она называлась, Тверская это Горького, но это не Горького, это значит что-то еще было, вот, ну, вот, или это не суть, в общем, да, и вот они идут, а по улице едут машины, вот именно старые, да, и как это сделано, как это снимали, потому что это не то, что одна машина проехала по пустой улице, что вот они огородили улицу, в 6 утра прошлись, и одна машина проехала, нет, они реально там едут, и вот мне очень интересно было бы узнать, как они это снимали, это вот спецэффект насвоения, или действительно они, ну, мало ли вдруг действительно нашли силу перегородить такую огромную трассу, ну, довольно-таки центральную для Москвы, что это очень непросто, и запустить столько ретро-машин, то есть это я просто кому говорю, что при вот при всей такой, как бы, вроде сокромности фильма, бюджет у него был, и вот, было, конечно, и желание, наверное, работников кинематографистов вот заниматься этим, вот этими спецэффектами, вот, чтобы это все выглядело гладко и естественно, и, ну, и это действительно получилось очень симпатично, и, конечно, настроению придает здесь очень симпатичный саундтрек, я даже выписал себе название вокально-инструментального ансамбля, как он здесь значится, Виа, Лоси, Кенгуру, но тоже еще не нашел, но попробую что-нибудь, может быть, найти при случае, что они поют еще, может быть, выпускали, вот, и, ну, вот, в этой, во всей пародийной игре, вот, опять же, эта пародия, она чувствуется вот такое, допустим, в персонаже, актера, который переживает, он очень как раз хочет поступить в партию, в отличие от многих людей, которые вот такие аполитичные, а он как раз вот хочет поступить в партию, а его не берут в партию из-за тех ролей, которые он играет, а он играет, ему все время попадается роль предателей, И вот он как раз, когда его в очередной раз ведут на расстрел, так сокрушенно сетует, что не видать мне партии как своих ушей. Очень смешно. А с другой стороны, для некоторых действительно это, наверное, была какая-то трагедия, что получается его карьера, она мешает его политическому продвижению, мешает его, может быть, каким-то таким внутренним духовным идеалам. Ну да, и вот мы воспринимаем это как пародию, а с другой стороны, может, действительно для людей, это может быть для того поколения, это все было всерьез. И вот, может быть, разве что вот это противоречит, что сам по себе не всегда понимаешь, где они всерьез, где они шутят, но вот и задаешься вопросом, а насколько вот это... А как к тебе тогда относиться, да? То есть, либо ты смеешься, либо ты как-то всерьез относишься. Но вот эта игра, действительно, когда идет вот такое перетечение, когда вроде идет простая сцена, и вдруг герой оказывается на съемочной площадке, или когда вот идет какой-то, допустим, замечательный кадром, значит, вот у героя все время некий такой сон, который мы воспринимаем как вроде, ну, такое вот искусство, такое вставка или искусство, парашют в поле, и вдруг он натыкается буквально на этот парашют в поле, и такой изумительный кадр совершенно, и... То есть, вот это получается то, что нам казалось, ну, таким вот искусством специальным, а вдруг это перетекает в сюжет, и как-то так... Ну, и вот действительно, ты думаешь, а нет, это все как-то естественно, это все вот... Ну, это очень интересная игра, мне очень понравилось. То есть, это очень специфичный фильм, я понимаю, пойму тех, кто скажет, что ему не понравилось, что-то вот как бы ему не зашло. То есть, вот это как раз фильм, в котором действительно в центре ставится вот как бы театральная игра, театральная манера, вот с некой даже условностью и вот прям гиперболой, преувеличением таким, да? Ну, я в эту реку вошел, и она мне понравилась, и она мне оказалась близка. И вот за последнее время, если говорить о российских картинах, то, быть может, вот этот портрет незнакомца, я даже назову в числе от, наверное, наиболее полюбившихся мне картин российских, во всяком случае, вот, которые я посмотрел с большим удовольствием, как-то так. Да, с одной стороны, создатели этой картины, они вроде иронизируют над этим временем, с другой стороны, вроде бы искренне его любят и как-то симпатизируют людям, которые прожили в этом время вот свои жизни, свои лучшие годы, вот чего это посвящение родителям. Вот, и вот даже если какие-то есть, может быть, мелочи и недостатки в этом фильме, мне не хочется сейчас даже их замечать, может быть, я их и не заметил вовсе, а наоборот, вот я скорее попал под это очарование прекрасных артистов, прекрасной задумки, вот, и прекрасной реализации. Опять же, этой совершенно роскошной Ксении Кутеповой, в которую влюбился заново благодаря этому фильму, не только в нее, но и вот. Вновь влюбился во всех этих прекрасных артистов, мастерской Фоменко, и вновь пожалел о том, что вот, как же жаль, что я вот долгие годы уже не являюсь ее зрителем, ну, что же поделать. А вот хотя бы, вот благодаря этому фильму я вновь с ними встретился, и вновь почувствовал себя и молодым, и счастливым. И за это им, конечно, большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...